Преподавателя Энгельского технологического института осудили на 10 лет за убийство студентки. Приговор ему и трем подельникам зачитали сегодня в районном суде. От видеосъемки с их участием подсудимые отказались, хотя, как удалось выяснить, следователем преподаватель был любителем видеосъемок. Домашнее хоум-видео он снимал, пригласив студентов к себе домой. На одной из таких встреч в августе прошлого года и произошло убийство. В доме находились преподаватель, 22-летняя жертва Динара Капанова и ее друг Частов. Все были пьяны. Проснувшись утром, окровавленное тело девушки обнаружил молодой человек. Рядом спал Харченко. Преподаватель попросил Частова скрыть следы преступления. Тот, запросив 150 тысяч рублей, позвал на помощь друзей. Вместе они вывезли тело за пределы Энгельса и утопили в реке Каюковка. Приговор суда. Харченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. А также запрещено занимать педагогическую должность на протяжении двух лет. Его подельник Частов осужден на полтора года. Остальные фигуранты уголовного дела получили по одному году условно. По словам представителей правоохранительных органов, расследование этого уголовного дела осложнялось рядом обстоятельств. И обвинительный приговор удалось сформировать лишь на основании улик. Основной фигурант по данному делу, Харченко, изначально не признавал свою вину, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия. Но собранные в ходе следствия доказательства признаны были судом достаточными для признания его виновным. Совершение преступления предусмотрено частью первой статьи 105 УК РФ, а Каменеву Чистову и Стоякину по статье 316 УК РФ – это укрытие особо тяжких преступлений.